Четвертый Спирит Нет, ну серьезно. Столько сил и времени мы с вами потратили на разбор намеков от Valve. Столько теорий было выдвинуто как мной лично, так и зрителями. По итогу сказать, что нас обвели вокруг пальца, значит ничего не сказать. Это уже давно все поняли. Но это не повод сдаваться, так как вопреки хитро выдуманной политике Valve этого самого четвертого Спирита рано или поздно мы просто обязаны увидеть. Не в доте, так в артефакте точно. И сегодня я решил провести окончательную черту в этой эпопее под названием Теория о четвертом Спирите и подытожить всю ключевую информацию, которую за прошедшее время Valve нам подкинули. Это будет хронологический подыток со всеми известными и неизвестными. Замечу, что новых теорий здесь не будет, ибо какой смысл? Valve все равно нас всех жирно потроллит и выпустит какую-нибудь личинку, стреляющую радугой из плазмогана. Этот ролик лишь еще один повод убедиться, что от нас с вами никакой ошибки в теориях не было. Просто у Гейба и компании появились другие планы на эту ситуацию. Но и для тех, мимо кого каким-то чудным образом прошла вся эта шумиха с четвертым братом, этот ролик будет вполне увлекательным. Так что приветствую вас на канале Типичная Дота. Довольно слов, перейдем к делу. Лайки, подписки и ваши комментарии, как обычно, очень приветствуются. 13 декабря 2016 года. Выходит масштабный патч под названием Новый Путь, который помимо огромного количества внутриигровых изменений механики, дарит нам нового героя Манки Кинга и сопутствующий к нему контент в виде двух комиксов. Во втором комиксе под названием Манки Кинг. Легенды, нам рассказывают несколько интересных историй из биографии Сунь Укуна, и в одной из этих историй появляются уже знакомые нам братья Духи. Однако вместо привычных трех силуэтов, нам показывают почему-то четыре, и открытым текстом подтверждают существование еще одного брата Спирита, о котором ранее не было известно. В итоге мы получаем факт того, что братьев четверо, и последний из них представляет какую-то материальную стихию, связанную с фиолетовой аурой. Все. Это отправная точка всех наших, и не только наших, теорий о четвертом Спирите. Все бы ничего. Этот момент можно было бы смело списать на ошибку неопытного художника, который случайно вместо трех братьев нарисовал четырех, или же по ошибке причислил к их списку Энигму, например. Но вот вышедший далее список реплик Манки Кинга развеял этот скепсис, и закрепил навязчивую идею четвертого Спирита в головах игроков. И этот факт налицо. Велф не ходили тогда вокруг да около, и открытым текстом через реплику Суню Куна сказали нам, что этот самый четвертый брат действительно существует, но вот где он, сам король обезьян не знает. Отсюда и вопрос. На этом базовая ключевая информация из официальных источников кончается, и мы с вами полгода, отталкиваясь от этих самых фактов, перебираем азиатскую мифологию и выдвигаем различные теории о четвертом Спирите. Мозговой штурм с теориями продолжается до 8 марта 2017 года. В этот день Велф анонсирует водную тему седьмого Инта, и казалось бы, все. Водный Спирит конфирмит, но не тут-то было. Ровно через неделю появляется долгожданная Аркана на Джаггернаута, на релиз которой лично я возлагал большие надежды и надеялся, что вместе с ней появятся хоть какие-то намеки на четвертого брата. Увы, в этом плане меня ждало разочарование. Однако появилось другое. В репликах Джаггера с Арканой при обращении к другим героям начали появляться совершенно незнакомые новые имена. Сорлахан, Кана и другие. Это было интересно и загадочно, но уже тогда я понял, что четвертый Спирит, вероятнее всего, отложен в долгий ящик, и Велф сменили вектор разработки в сторону чего-то более стоящего. Чего? Оставалось только догадываться, но доля надежды на появление водного Спирита на водном Инте у игроков все же была. Еще несколько месяцев мучительного ожидания, без столики хоть какой-то новой информации, и вот оно долгожданное событие. 11 августа 2017-го. Ведущий официально объявляет о каком-то особенном представлении, которое Велф для нас приготовили. И тут нам анонсируют вот это. Сказать, что все охренели, опять же, ничего не сказать. Панголин-мушкетер и темная феечка Мереско. Все начали писать мне о том, что я ошибся, и никакого четвертого Спирита никогда и не было, но, друзья, нельзя просто взять и перечеркнуть все вышеупомянутые факты. Ну, если вы, конечно, не Велф. Тем более, что я, хоть и тщательнее всех освещал данную тему, помимо меня релиз четвертого Спирита ждали еще сотни тысяч людей, для которых было тоже все очевидно. Да господи, посмотрите на реакцию Энесса после анонса двух новых героев. Ждали мы героя, но получили целых двух. Это, конечно, не водный Спирит. Никакого водного Спирита. Вальва, как обычно. Всех передали. Всех обманули. Да, да, да. Но, слушай, да мурашек. Затем, в этот же день нам анонсируют еще и карточную игру по вселенной Доты 2 под названием Артефакт. А через несколько дней объявляют, что одной из главных задач игры будет расширение лора вселенной Доты 2. И вот тогда лично для меня все стало на свои места. Если выход четвертого Спирита и планировался в декабре 16-го, то эти планы затмила работа над Артефактом и разработка новых, радикально отличающихся героев, которые бы предзнаменовали новый этап развития вселенной Битвы Древних. Но даже после такого жирного троллинга над ждунами Спирита Valve не оставили эту тему. 31 октября 2017-го. Выходят два новых героя, и вместе с тем я устремляюсь разбирать их реплики к другим персонажам Битвы Древних. И что же я вижу и слышу? У тебя же нет пятого брата, который тоже где-то прячется, верно? Нам вновь подтверждают, как существование четвертого брата Спирита, так и тот факт, что он где-то скрывается. Ну и реплика Пангольера. Два новых героя и два новых намека на этого самого Спирита спустя почти год тишины. Да, о судьбе четвертого Спирита вновь ничего не известно, но зато известно, что он точно не забыт. В другой ситуации я бы сказал, что его выход – это вопрос времени, но, увы, сейчас не скажу. Так как недавно нам официально затетерили другого героя под кодовым именем Марс. И я, друзья мои, очень сомневаюсь, что это тот самый четвертый Спирит. Готов поспорить, что этот герой вооруженный копьем не кто иной, как... Но это, конечно же, очередная теория, и Valve могут вновь обвести всех уверенных теоретиков вокруг пальца. Это как, знаете, типичная дота, знаете, такой канал в ютубе есть. Парень неплохой контент делает, всякие лор доты там и так далее. И там у него есть теории всякие. Вообще ничего он никогда не может угадать, потому что, ну, Valve они такие. Они, правда, они закидывают какие-то удочки, может быть, у них это случайно выходит. Ну, то есть, казалось бы, водный стиль, водный стиль Интернешнл, какой-то комикс с четвертым Спиритом, какие-то там еще намеки. И казалось бы, да, 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 четвертый Спирит водный, типа, там, Water Spirit какой-нибудь. Нет. Дарквиллы и Пангольер вообще откуда-то из куста вылезли непонятного. И как же всю эту ситуацию подытожить? Новый герой Марс, артефакт с тремя представленными персонажами Рикс, Сорлахан и Кана. Все это, конечно, хорошо, но, Valve, где, мать вашу, четвертый Спирит?